И всем привет, ребят, с вами Стрыванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашей очень интересной теме, которая за последнее время, ну, наверное, очень сильно расфорсилась, и многие мне говорили о том, что об этом нужно обязательно записать видос. Сегодня мы поговорим о Кризисе, о его проблемах после нового обновления с автоприпасами, которые работают довольно-таки прикольно на всех дронах, кроме дрона Кризис. И сегодня немножко больше расскажу об этой проблеме, расскажу о том, как же это влияет на игру, ну и как оно влияет на трату вашей дополнительной расходки. Если вас эта проблема тоже мучает, вы играете на Кризисе, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и не забывайте, конечно же, подписываться на канал, ну и в комментариях напишите, что вы тоже согласны с этой всей ситуацией. Сегодня мы скатаем вместе с вами бой, где я наглядно покажу все те проблемы, с которыми я начал сталкиваться после предыдущего обновления с авток включением расходки. Выберем сейчас какое-нибудь, ну давайте, дефолтное вооружение. Давайте возьмем, например, какой-нибудь паладина рикошет с гелиусом, вооружение, которое очень хорошо работает на как раз-таки Кризисе. И пикнем просто дефолтный быстрый бой, ну можем даже, наверное, скатать полную катку, в принципе, без разницы, дабы наглядно все это дело увидеть. В чем же проблема, в чем суть всей этой ситуации? Главная проблема это в том, что на Кризисе все привыкли играть как? Щелкать большое количество раз по одной и той же кнопке. Ну, по крайней мере, большинство игроков играет именно так. Так, соответственно, если вы щелкаете как минимум два раза по кнопке, то у вас срабатывает автоматическое включение припаса. Да, вот видите, например, сейчас нажал два раза на броню. Сработало автоматическое включение после следующего припаса опять этой брони. То есть, например, я сейчас переключаюсь на ДД, и у меня обратно с ДД-шки переключается на броню. Из-за того, что я щелкнул просто два раза, у меня расходка переключается обратно. И с этой проблемой сталкиваются, ну, наверное, 90% игроков, если не все там 95, да? Потому что все привыкли прожимать большое количество раз по одной и той же расходке на Кризисе. Но так он устроен, да? То есть, мы не были готовы к тому, что у нас выйдет автовключение припасов и то, что нам расходку сами будут переключать. И даже если я сейчас уже к этому потихонечку, потихонечку, помаленечку начинаю привыкать, да? Все равно я время от времени сталкиваюсь с этой проблемой. И, что самое главное, эта проблема приводит к тому, что ты даже, ну, не то, что там тайминг какой-то не ловишь, или там у тебя что-то в моменте не получается, а самое ужасное, что это приводит к тому, что ты тратишь в моменте просто в два, а то и в три раза больше расходки, чем ты мог потратить из-за того, что ты просто переключаешься на расходку, которая тебе не нужна. То есть, ты, например, едешь на Нитре, ты такой думаешь, ага, так, я сейчас быстренько включаю ДДшку, начинаю накидывать урон, вот так вот, видите, я два раза щелкнул, да? То есть, например, я лечу на Нитре, думаю, ага, сейчас все, я на ДД переключаюсь, переключаюсь на ДД, а у меня обратно на Нитру падает, да? И то есть, мне надо следить за игрой, за тем, что происходит в бою, и при этом мне надо следить еще за тем, как работает мой припас на дроне. Да, как я уже сказал, на любом другом дроне, на любом другом дроне, кроме Кризиса, эта обнова работает очень круто, да? То, что сам автоматически там добавляется припас на каком-нибудь бустере, гиперионе, там, ну, на любом другом дроне, да? Это круто, но когда ты с этим сталкиваешься, как раз-таки на Кризисе, это нереальнейши жестко, дизморалит, бесит, ну и, понятное дело, заставляет тебя тратить намного больше ресурсов, припасов в нашей игре. Что же я предлагаю с точки зрения решения этой проблемы? Решение очень простое и, ну, наверное, самое легкое. Это просто в настроечках нашей игры сделать отдельную кнопку, такую же, как у нас есть теперь кнопка с боевым интерфейсом в центре. То есть сейчас так же самое можно сделать такую же самую кнопку, только не с боевым интерфейсом, а дополнительную кнопку с как раз-таки автовключением расходки. То есть если ты хочешь, чтобы у тебя автоматически включалась расходка, ты просто нажимаешь галочку и у тебя автоматически расходка включается. Если ты не хочешь, ты просто эту галочку не ставишь. Так же самое, как у нас в настройках игры есть кнопка с автосмуничтожением. То есть если ты хочешь, чтобы у тебя танк сам самуничтожался, когда ты падаешь в 0.5 либо полностью в минус, то у тебя будет самуничтожаться танк. Если нет, то ты просто эту галочку убираешь и там сам уже, как говорится, нажимаешь на эти кнопки delete. Все-таки, ну, наверное, это, конечно, не суперзначительная вещь, но все те ребята, которые играют на кризисе, я уверен на 100%, что сталкиваются с этой проблемой. И хочешь, не хочешь, но ты не можешь чисто физически постоянно успевать смотреть за тем, какой у тебя припас включен, щелкнутый на него два раза, не два раза. И рано или поздно даже самый внимательный, самый аккуратный танкист, который прям четко тыкает на одну только расходочку, только вот там вот аккуратненько так легонечко прожимает, например, броню, да, рано или поздно он все равно дабл кликнет и переключится у него припас в том моменте, когда это, ну, просто не хотелось бы видеть. Поэтому в моем случае я считаю, что эту проблему можно очень и очень легко исправить. И все, да, то есть не будет проблемы, не будет никаких дополнительных ситуаций с пережиманием расходки, не будет дополнительных трат, дополнительных нервов и никаких дополнительных проблем. То есть довольно простое решение. И все будут рады, и я буду рад, и все игроки, которые играют на Кринсер, будут рады. Ну и если вы тоже будете рады, то напишите по этому поводу в комментариях. Ну и, конечно же, поддержите данный видос лайком. Давайте попробуем сделать максимальную огласку этой теме, дабы разработчики прислушались к этой всей ситуации и как можно быстрее постарались все это дело исправить. Вот можно уже на ближайшем обновлении просто добавить эту замечательную кнопочку. Так, ну а тем временем у нас Александровск. И пока я здесь был обволил, мы уже повели 1-0. Давайте попробуем сделать досрочку. Давайте попробуем выиграть эту катку. При том, что я играю на довольно крутом вооружении на сегодняшний момент времени, хоть я про него особо сильно не люблю записывать никакие видосы. Но давайте попробуем что-то сегодня интересное о этом вооружении показать, реализовать. Ну и затушить. Поэтому давайте попробуем. Если у нас получится, то будет очень и очень круто. Так, давайте потихонечку, потихонечку откатываем, откатываем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шарелла залетает мне еще дополнительно. Шикарно, 25 киллов у меня уже на этом вооружении за буквально 6 минут. При том, что это далеко не предел. Рикошет с Гелиусом на паладинчике может давать очень большое количество киллов на сегодняшний момент времени. Потому что резистов особо никто не использует от как раз-таки этого рикошета. И здесь главное просто уже не пережимать кнопку, чтобы у вас нормальное количество рикошетин залетало по противнику. Так, наши тиммейты уже летят на еще одну доставочку. Где доставочка? Ждем доставочку. Ждем доставочку. Где доставочка? Где доставочка? Где доставочка? Есть доставочка. Улетаем. Пробуем. Пробуем. Пережимаемся. Ну, вот видите, я уже даже немножечко, немножечко подпривык с пережиманием расходки. И стал уже более грамотно пользоваться ею. Но все равно, все равно в моменте все возвращается. И двойные клики также у нас появляются. Так, у нас лежит флаг на центре, никто его не берет. Прикольно. Нормально. Так вот я флажочек в минус упал. Так он и остался. Не, в принципе, это круто. Когда флаги остаются на том же самом месте. И никто их не забирает. Я могу сам с респа его подобрать. И сам с респа его поставить. Это же круто, правильно? Я считаю, что очень даже бомбически. Так, ну и быстро прожимаемся. Паладин, конечно, шикарный корпус. Я хоть и не особый фанат его. Да, не особо часто я играю на нем в матчмейкинге. Но все равно это суперсильный корпус. И его реализовать довольно-таки просто. Ну, в моем, наверное, понимании даже, наверное, один из самых простых овердрайвов, которые вообще есть в нашей игре. Здесь ничего не надо придумывать. Ты просто прожимаешь овердрайв в нужный тайминг. Ну и дальше уже хилишься, вытаскиваешь момент на себе и спокойно реализуешь свое замечательное вооружение. То есть все работает просто как часики. Так, ну и у нас остается две доставочки. Две доставочки. И даже одна уже до победы в этой катке. Шикарно. Видите, как у нас получилось и каточку хорошую, красивую сыграть. И рассказать о проблеме с кризисом. Которую я надеюсь, что раз таки у нас в ближайшее время разработчики игры исправят, понерфят и сделают все в лучшем виде, чтобы работало просто шикарно и без автонажатий хотя бы на этом замечательном дроне, как кризис. Пишите, что вы думаете по поводу этой проблемы. Сталкивались вы с ней или нет. Насколько сильно она вас печалит, расстраивает. Ну и если согласны с моей точки зрения, тоже можете написать, что вы согласны. И поддержите, конечно же, данное видос лайком. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кемо личный тег это тег Team P. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Информация по розыгрыше есть в описании. Ну и итоги этого замечательного розыгрыша уже будут на этих выходных. Поэтому обязательно участвуйте. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.